по некоторым данным изобретателя магнитного вечного двигателя слободяна андрея уже с нами нет но будем надеяться что это всего лишь слух всем привет друзья с вами канал rafael unreal и добро пожаловать в общем друзья немножко экстренное видео потому что ситуация на самом деле сейчас происходит не совсем понятная помните сколько раз я показывал видео слободяна андрея который сделал btg генератор то есть магнитный вечный двигатель который сейчас живет в южной корее в общем по некоторым данным с ним приключилась какая-то беда возможно конечно не будем в это верить но просто есть такой слух что якобы он ну типа сгорел да будем надеяться что это не так и рано или поздно он выйдет на связь но тут дело в том что понимаете начинает подниматься вся эта тема и андрей тиртка тоже решил выложить видео в общем понимаете что-то приключилось не очень хорошие либо его убили просто из-за того что он все-таки действительно создал генератор который ну как обычно нельзя показывать а вы говорите все запрещенный запрещенный если он действительно работал значит за это его и могли ликвидировать в общем давайте теперь посмотрим видео и будем надеяться на хорошие новости делитесь этим видео друзья обязательно потому что если будут вот так всех изобретателей убирать это ну знаете это это неправильно это неправильно и прогресса в таком мире просто не будет никогда ладно давайте посмотрим видео и будем надеяться и ждать хорошие новости поехали как вы знаете подобные технологии запрещенные и это и слова запрещенные в данном случае здесь звучит не просто так поскольку такие технологии никому не выгодны и если человек там например пропал или куда-то его принудительно деле то это скорее всего не просто так генераторы свободной энергии они могли дать человечеству надежду то есть не зависеть от каких-то компаний а полностью быть независимым энергоресурсами и при этом получать теплую воду свет электричество связь за счет свободного энергии и в конечном итоге изобретатели либо убивают либо что-то с ними происходит не очень хорошая в данном случае пошел слушок что слободян андрей пропал на данный момент и возможно с ним что-то приключилось поскольку он не выходит на связь уже больше десяти дней но сейчас мы посмотрим видео которые тоже подготовил андрей тиртха и будем все же надеяться на хорошее всем привет память о слободяне великом гении и изобретателе посвящаются это видео это последнее видео которое нигде не было опубликовано потому что я попросил его чтобы он не публиковал это видео это он лично сам снял это видео было снято в старой лаборатории которая была совмещена с офисом сейчас его лаборатория выглядит вот так почему я попросил это видео не публиковать по той простой причине что слободян здесь проводит замеры что-то пытается кому-то доказать все раскладывает по полочкам вместо лет ламп он купил вольфрамовые лампы ну с нитью накаливания я им сказал не нужно публиковать ты ничего никому не докажешь огромное количество людей будут считать что там есть аккумуляторы внутри другие будут считать что там их нету ты ничего никому не докажешь что я хочу чтобы это видео ну как говорится почти ли память о великом гении изобретателе слободяне я выставляю это видео смотрим привет друзья решил поменять светодиодные лампы на лампы накаливания вот так как все не доверяют того что вам светодиодные лампы могут быть и мощные вот и все там говорят что у нас там 3 в 2 ватта вот хочу вас уверить на этом стенде лампы 9 ватт вот общая мощность этого стенда было примерно 900 ватт ну это тоже зависит от входящего напряжения нам лавалироваться вот нашел лампы накаливания еле-еле скажу честно две недели ждал пока эти лампы не придут так как в южной корее уже законом запрещены продажа ламп накаливания вот потому у нас были всегда светодиодные для того чтобы там показать что мы хотим там кого-то там что-то обмануть что там показать а нет мы наша задача была просто нас не было возможности купить лампы накаливания чтобы понимать вот так как кореи эти лампы уже не производят вот есть кстати законом их запрещено уже продавать так как это не рациональное использование электроэнергии вот кстати по лампам лампы мощностью номинальной мощностью 30 ватт и 220 вольт вот корейские вот светодиодные лампы которые я выкрутил 9 ватт 220 вольт вот видно да 60 герц то есть это у меня было 100 штук 900 ватт на этом стенде сейчас я вкручиваю лампочки номинальной мощностью 30 ватт и составит общая мощность 3 киловатта то есть на этом стенде мы увидим 3 киловатта я хочу нам немного рассказать о нашем сегодняшнем тесте который мы проводить тест заключается следующим данным прибором мы будем измерять нагрузки то есть нагрузки первоначально мы измерим нагрузки от сети то есть покажем что сколько потребляет лампы нагреватель фен вот этот вентилятор и сколько потребляет ацетронный мотор от сети то есть мы покажем это скажем так и также мы покажем сколько потребляет от генератора тоже стенд с лампами обогреватель и вентилятор тоже с вами будет показано эксперимент тоже будет показано все это далее цель теста заключается в том чтобы показать что какая исходит реальная мощность от нашего генератора то есть я хочу это показать на этом видео в онлайн режиме будет измеряться стенд с лампами мощность номинальной 3 киловатта также будет измеряться ацентронный мотор также будет измеряться нагреватель и вентилятор то есть все мы будем видеть эти нагрузки подключены к нашему генератору так все мы подключили прибор к стендовому стенду то есть у нас подключены клещи и у нас подключены крокодельки то есть крокодельки измеряют у нас напряжение в вольтах и еще измеряют ампер то есть силу тока вот в сети у нас напряжение составляет 227,1 вольт то есть видно да вот и и я подключил его к сети чтобы просто проверить какая действительно реальная мощность всех этих ламп ну что я включаю и можно смотреть как меняется так вот и все мощность составила 2 киловатта 950 ватт видно напряжение просеяло мощность большая вот просеяло ну единица то есть электрики никакой у нас нет вот пожалуйста все это постоянно сзади его и так вот подключил обогреватель то же самое потребляемая мощность обогревателя составляет 1,2 киловатта ну примерно 1,3 в клеще выбираем альтаж и ток и соответственно видим какая потребляемая мощность у нас обогреватель то есть это инфракрасный обогреватель потому что там есть там все говорят что это светодиоды что это не светодиод что это действительно рабочая температура у него 400 градусов и потребляемая мощность у него составляет 1,2 киловатта пожалуйста прибор абсолютно в данном эксперименте я хочу показать сколько энергия содержит Сам ассинхронный мотор для того, чтобы разогнать генератор, сколько потребляет мощности. То есть этим прибором я подключу к сети. И мы будем видеть, как будет изменяться мощность потреблением самого ассинхронного мотора. То есть я хочу показать это, потому что всем сразу тоже становится вопрос, сколько там потребляет ассинхронный мотор и что он работает на холостую. Действительно, он не работает на холостой, он работает под нагрузкой, так как у нас есть масса самого ротора, которого нужно разгонять, и также масса самого ротора мотора, который тоже нужно разгонять, и потери на ремне, и на подшипниках. Соответственно, потребляемая мощность у него есть. И в том, что нет у него противо-ЭДС, то что мы его противо-ЭДС компенсировали, в этом генераторе, и это не значит, что сам ассинхронный мотор ничего не потребляет. Он потребляет. И да, меняется при разных нагрузках, меняется потребляемая мощность, но не так значимо, как это, допустим, классический всех будет мотор. То есть здесь противо-ЭДС как бы мы компенсировали, но какой-то процент все равно идут на потери, то есть по-любому мы эту энергию затрачиваем, чтобы понимали, что на холостую он не работает. И это тоже, кстати, покажу. Сейчас хочу показать, сколько потребляет ассинхронный мотор просто от самой сети, то есть на момент запуска. Также я буду показывать, сколько он потребляет в холостом режиме работа его. И вот сейчас вот этот эксперимент нужно вам показать. Хочу показать. То есть я подключаю его к сети. У нас в сети подключен вольтметр и тысяча аггиметра, то есть этого прибора. Мы будем видеть, сколько потребляет сейчас вот просто сама электроника, но в принципе ничего не потребляет, то есть у нас недоволь потребления. Вот. Я запускаю мотор ассинхронный. Включаю функцию. С напуском. Сейчас патрульная запускаем. До 1500 кг. То есть можно сверять. Сейчас напряжение у нас 28. 27.1. 200. Ну, 228. То есть боясь очень большая мелодина. Я хочу, чтобы ты показал, сколько в онлайн режиме, в тот момент, пока не отключится, чтобы ты показал, какая мощность будет максимально потребляемой. То есть он дошел до 1,3 кВт. 1,4 кВт. Сейчас он уберет. То есть посмотрит, в тот момент, пока он не отключится. Все, это мы смотрим. Все, к сожалению, эмоции скволь. И сейчас я хочу прям в онлайн режиме показать, чтобы было видно, да, там примерно 1,4 кВт потребляло. То есть это усиняю петлищи, щупы и отступы тоже усиняем его. То есть вся задача, что нужно, что это же, перед этим показать. То есть мы сейчас отключаем щупы, меняем на методички. Далее подстригаем ток. И куляем петлищики, разделим и желаем. Ладно, я так подержу. Покажи, какое напряжение. Так, сейчас подержу. Так. То есть подержание 216 вольт, 1,1 на ватт отступления. То есть он работает на полоском ходу. Далее я покажу мотор, сколько потребляет от сети и сколько он потребляет в режиме самозапитки. То есть я на данный момент этот мотор подключаю по такой схеме. То есть чтобы увидеть потребляемую мощность. Вот такая схема, то есть пробленно-русская и источник. То есть у нас есть клещи и щупы, которые мы сейчас покручим. Так. Я подключаю его. Ортетир. То есть мы видим. Ортетир, входящий 228 вольт. То есть потребляем 0. Система сама, в принципе, ничего не потребляет. То есть видно. Далее. Я запускаю программу. Развоняю его до скорости полтора тысячи оборотов в минуту. То есть мы можем наблюдать, как растет нагрузка. Видно, что потребляемая мощность растет. Сейчас он будет режим работы. Так, мы видим, что частота 60 герц. Потом обратим внимание, когда он перетручит, мы с вами возьмем больше, как 50 герц. Свиду, у нас 216 вольт, 50 герц. Можно сходить на витера. Можно сходить на витера. Если вам уже не нужна. Мы видим, в данный момент какая потребляемая мощность. Далее я хочу подключить такую схемию. Показать. То есть под нагрузкой 1 у нас будет щит с лампом. Под нагрузкой 2 у нас будет колорит. На грузку, которую не считаю полезной, показываю. Это на грузку, которая потребление самого сопровождения мотора. То есть она не считается полезной. Это как формат. Для самоподержания оборотов. Поэтому я ее не считаю полезной. Я буду показывать только нагрузку, которая выходит из генератора. То есть она это та нагрузка, которая полезная. Которая будет расходоваться потребителем. И для этого я подключу вот этот стенд и колоритеры. То есть все бытовые приборы, которые мы все используем. И будем только вот эти нарус показывать. Видеть на нашем приборе, на выходе с фото, какая будет мощность. То есть сейчас я подключаю щупы. У меня будут 2 щупа. Один будет подключенный на стенге. Здесь. То есть на всю нагрузку. То есть здесь входящие. Мы измеряем. Напряжение у нас во всей системе одинаковое. То есть он не нужен там. Я его буду там с любого места, где мне будет удобно им убрать. Вот. Также будет нагрузка подключена на выгодном колоритере. Вот. Она будет подключена. Вот. Напряжение мы можем отправить подольше вовсюду. Там способ удобно было подключить щупы. И... Так. Включаю. Вау. Видно. Включая через... Чупы. Видите. Далее у нас стенд с лампой, я его тоже сейчас покачаю. Честно скажу, ни разу не подключал лампы накаливания, это будет первый раз, и я даже не пробовал, что и работать для этого, но внутри на русском языке даже не работает. Так, ну что, подключаю сейчас лампы. Поехали. Всё, поехали. 3 кВт. Это и сзади тоже. Подключение полностью подержит. Подёргаем его чуть-чуть. Там провода не было, только того что. Подключение. Чётко покажи, что это... Конечно, тепло отсюда. Всё будет. Всё будет. Так, и сейчас я ещё пола литра включаю. Надеюсь, выйдёт. Вот. И нам нужно показать, какая потребляемая бота, что он показывает. То есть, 4,6 кВт, 4,5 кВт потребляемая мощность. Вот. То есть, у нас... Здесь у нас лампы. Подключены. Здесь у нас подключен калорифер. 1,1 кВт калорифер. И 3,3 кВт лампа. Вот. Засей. Доживу. Вот. Можно ещё подключить. Он куда-то. Вот, вентилятор работает. Ну, правда, я не подключал натоп, на такую вещь, он просто работает к нему. То есть, покажи, что у нас приближаемая мощность. То есть, работают лампы, накаливание, мотор. А, температура. Мальчик, мясор на иную офис. Мальчик, мясор на иную офис. Визуя на иную офис. Мальчик, мясор на иную офис. Перед кimeter отрывают лампы и выходят лампы. Без камер чистый лампы. Погнал, белый лампы. Продолжение следует... 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 Работает. 6,2-6,3 кг. Работает кондиционер, нагреватель, лампы на выходе 220 вольт. Далее подключаем вентилятор. Это максимальная 6,5 кВт. То есть это 100 Ватт, а мне не нравится еще. Вот максимальная 6,5 кВт. То есть я максимально нагрузил, была просьба подключить. Вот, что провода держат, выдерживают. Вот это максимальная нагрузка, 6,6 кВт, что сейчас показал. Вот, все работает. Видно, что лицо у нас ни к чему не докручено. Это тоже у нас не докручен генератор. Все, это может работать, производственная модель будет работать очень долго. То есть не нужно, там не будет ремней, там не будет каких-то, скажем так, деталей, которые нужно было менять. Вот, данный результат мы сделали для того, чтобы просто администрировать работу этой технологии. Том, покажи еще. Сейчас мы поможем, сейчас вылезла. Она не будет падать, а как растает. Покажи. ДАРАСИЛО НОВАЯ . Продолжение следует...